В эти минуты происходит финальный акт представления, который демонстрирует северокорейский лидер Ким Чен Ын перед уже давно ожидаемой встречей с президентом США Трампом во вьетнамской столице Ханое. На самом деле именно стадия движения к месту переговоров всегда считается рутинной. Лидер и его команда садятся в самолет и тот через несколько часов прибывает к месту встречи. Официальная часть заслуживающего внимания начинается с момента выхода лидера из самолета в аэропорту города, где проводятся переговоры. Там уже начинается дипломатический символизм, содержащийся в составе встречающей делегации и протокольных мелочах, которые умеют читать специалисты. С Ином все не так. Вместо двухчасового перелета в Ханой он выбрал поездку на бронепоезде. По крайней мере так считают наблюдатели, внимательно следящие за событиями. Поскольку КНДР живет за железным занавесом, то оттуда проникает минимум информации, а поездка первого лица государства засекречена до абсурда. Вся информация о ней может быть получена только на территории Китая, по которой поезд и должен проехать. Так случилось и в этот раз. Впервые поезд был замечен в пограничном городе Даньдун, где были предприняты максимальные меры безопасности, в частности, были закрыты на ремонт высокие здания, выходящие на железную дорогу, а город наводнен сотрудниками полиции и спецслужб. Ожидается, что поезд проследует вокруг Пекина, поскольку там нет никаких мероприятий по части безопасности, после чего пересечет страну с севера на юг, преодолев 4000 километров и через пограничную станцию Донг Данг попадет на территорию Вьетнама. Там тоже предпринимаются беспрецедентные меры безопасности в ожидании Толстощокова-Выня. Все это шоу выглядит не просто странно, а совершенно глупо. Журналисты успели рассмотреть длинный поезд с наглухо закрытыми окнами и явно бронированными стенками, где Вынь находится в окружении своих ближайших подчиненных и почетного караула. При этом бронированный монстр ползет по дорогам Китая, в котором пассажирские поезда летают со скоростью в 350 километров в час и выше. Самим своим видом он показывает, что выползает из норы каменного века, где чучхиистам удалось остановить время в нижней точке коммунистического бытия, и страна предполагает оставаться в этом состоянии и дальше. То есть поездка на паровозе говорит о преемственности поколений, и нынешний правитель Вынь делает именно то, что делали его дед и отец – ездят паровозом там, где это возможно. Профессор Сеульского университета Дунгук расшифровал желание Выня ехать именно поездом примерно так. Это дает сильный сигнал северокорейцам, что Ким Чен Ун унаследовал добрые качества своего деда, и династия Ким сильнее, чем когда-либо. То есть это современный вариант выезда фараона династии Ким. С другой стороны, все внимание к самому Выню и его паровозу обусловлено лишь возможностью денуклеаризации этой страны и, как следует из позиции Вашингтона, никому нет дела до того, что там будет внутри этого лепрозория. То есть Штаты наконец пришли к пониманию того, что привить демократию практически невозможно. Она сама должна пробить себе путь, если принимается населением страны и никакие внешние усилия не смогут ее создать, если население этого не воспринимает. Нам этот визит и его результаты интересны лишь как модель для того, чтобы в недалеком будущем денуклеаризировать куда более крупный лепрозорий и все так же оставить его в режиме самоизоляции. Собственно говоря, по итогам всего комплекса переговоров между США и КНДР, будет ясно, существует ли в принципе невоенное решение такой задачи.